Добрый день, дорогие друзья! Шалом! Продолжаем изучать Тору. Непонятно у меня по времени. Вот в одном месте написано, что 9 утра, в другом месте написано, что 10 утра. Я иду по часам, поэтому сейчас 10 утра. 10.05 даже уже. Может быть мне кто-то разъяснит, почему у меня на часах на компьютере 9.05. Не знаю, может быть где-то перевели часы в каких-то странах. Может в Израиле даже перевели. Хорошо, значит мы продолжаем изучать то, что неизменно двигается уже много тысяч лет. Тора, недельная глава. И сегодня, сегодня интересная очень интересная очень такая часть главы. Смерть Авраама. Смерть Авраама. Мы находимся в главе Хаей Сара. Жизнь Цары. Интересно, что в главе под названием Жизнь Цары умирают и Сара, и Авраам. То есть, как-то очень это интересно такое явление, да? Такое явление. Значит, начинается глава с того, что значит, и добавил в Айосеф Авраам в Айках Иша Ушмак Тура. Значит, само выражение в Айосеф и добавил оно очень интересно. Есть такая Мишна в Пертьявот. Там это Рабан Гамил говорил, это Илель. Он говорил следующее, что Нагадшма Авадшме значит, человек, который Нагадшма, который переводит это с армейского языка разговорного, Нагадшма это, который гонится за именем. Авадшме а потерял имя свое. То есть, тот, кто гонится за почетом, за вниманием, за славой, он теряет свое имя. Он теряет свое имя. Ну, не будем сейчас сходить сюда, это не имеет отношения. Нагадшма Авадшме Удело Йосиф Исаев И вот это вот то, что я хотел здесь намек на это, да? Тот, кто не добавляет, у того закончится. Удело тот, кто не учится, тот себя подставляет под смерть. Значит, тот, кто не учит Тору. Нас интересует, кто не добавляет, у того закончится. Вот мы видим, что Авраам ему к тому моменту было уже далеко за 140 лет. И мог бы уже он сказать, все, пенсия, я не могу уже больше никуда двигаться, зачем мне еще раз жениться. Но Авраам это был человек, который всегда добавлял, который всегда добавлял к святости, добавлял, к... Добавлял, да, скажем так. У него было такое свойство хэсет, это свойство расширения. То есть, это очень интересно, что качество, которое олицетворяло Авраам, и которое им двигало, хэсет и доброта, это качество давать. И оно не имеет границ, да? То есть, если у тебя есть источник давания, то тогда это качество не имеет границ. Авраам Авраам про отец Авраам, он был источником давания, для него источником это был Всевышний, безграничный Всевышний. И получается, что Авраам Авраам про отец Авраам, который, у него было намерение давать, а тот, кто включает намерение давать, то Всевышний наполняет это намерение. И поэтому в АСФ Авраам и добавил Авраам, в Аяках Ишай взял он женщину и по имени Ктура. Значит, говорит нам Раше, что Ктура это имя Агари. Это та же самая мама Ишмаэля, с которой Авраам, про отец Авраам, который он выгнал с ребенком много лет назад, по слову Сары, жены своей, которая была пророчица по пророчеству. И Бог сказал Аврааму, которому это было очень плохо в его глазах, прием Тора об этом свидетельствует, но Бог сказал Аврааму, слушайся Сару, жену твою. В общем, слушайся Сару, жену твою. В общем, он выгоняет их. И тут проходит время, написано, и он женился опять на ней. Сара умерла, он опять на ней женился. И говорит нам Раше, что устная Тора нам свидетельствует, что она была, она была очень, все эти годы, она не была ни с какими мужчинами, она больше не выходила замуж. Она была очень, вела святой образ жизни. И поэтому имя Ктура об этом свидетельствует. Ктура это как Кторит Воскурение. Воскурение, значит, то, что приносили в храме жертву Воскурения, вот у нее такое было имя Воскурение. Женщина по имени Воскурение, значит. И Ктура, но тут интересно было бы задать вопрос такой. Представляете, муж ее выгнал, Авраам Авину, ее выгнал с ребенком, с больным. Тора говорит, что Ишмаэль заболел, Сара на него положила злой глаз, и он заболел. И он чуть не умер, но потом Бог, значит, спас его, дал ему имя тоже, Ишмаэль же у него имя. Но интересно, что ее качество, что она вернулась. То есть, если это так Ктура, Катура Агарь, что она вернулась к Аврааму. И интересно, что Ишмаэль после этого, когда уже умер Авраам, написано, что Ишмаэль, он раскаялся полностью, и он, почему его выгнали? Потому что он считал, что он первенец, и он хотел, он себя считал первенцем Авраама. И Агарь считала, что именно Ишмаэль первенец Авраама, и она главная жена. А Сара говорит, нет, секундочку, я главная жена, я Ицхак, это первенец Авраама, моего наследник. А Агарь, она была служанка в доме, и это наложница, это не жена она была, Пелегеш, да, это наложница, которая была без, она как статус у нее, как у жены, но без брачного договора, без ктубы. И мы видим в конце этой главы, что Ишмаэль тоже признал свой статус, и на похоронах Авраама впереди шел Ицхак. Теперь, значит, но мы видим вот эту вот силу, силу прощения, силу раскаяния, силу не мстить, не быть злопамятных, что и Ктура вернулась, и Ишмаэль простил, что папа выгнал его с мамой умирать в пустыню, да, по слову Бога. Они-то не слышали слова Бога, это слышал слово Бога Авраам, то есть их качество характера, тоже мы видим из этого, что именно поэтому потомки Авраама, вот сейчас, да, весь мусульманский мир, они называют себя, это потомки Авраама. И вот я хотел бы посмотреть, вот это Мекка, у них святого места, оно как-то связано тоже и с Авраамом, и с Агарием. То есть они туда ходят на это место молиться, потому что оно очень связано, их самое святое место, связано с Авраамом именно и с Агарием. Может даже она там похоронена, Агарием. Я не помню, как связано, но как-то связано Мекка, куда они совершают паломничество с Авраамом и с Агарием. Значит, и после того, как умерла Сара, и он второй раз женился на Агаре, она родила ему шестерых сыновей. После этого, представляете, ему уже было, причем здесь нам говорит, говорит нам, по-моему, Раша, или где-то я слышал комментарий, что последний сын родился у него за год до смерти у Авраама. Умер он в 175 лет. Теперь родила она ему шесть сыновей. И дальше написано в пятом отрывке, «И отдал Авраам все, что было у него Ицхаку». Значит, он отдал ему благословение. Вот здесь, тут небольшое есть противоречие. Значит, написано дословно, «И отдал Авраам все, что было у него Ицхаку». Можно подумать, что про имущество, но здесь речь идет о духовных вещах. И объясняет нам, Раше, что когда-то Бог дал Аврааму вот эту силу благословлять. То есть, он дал ему свою силу умножать. Благословение – это умножение. И когда Бог дал Аврааму силу умножать и благословлять, то дальше Авраам, здесь написано, передал эту силу, передал Ицхаку. Теперь дальше. А сыновьям наложниц, сыновьям Агари, вот этим шести сыновьям, он дал Авраам Матанод, дал им подарки, написано, и отослал их от Ицхака, сына своего, пока при жизни его, при жизни Авраама, послал он их куда? На восток, туда, где Индия. Где Индия, где Тибет. И говорит нам устная Тора, что Авраам им передал, дословно я вам сейчас скажу, передал он им Шем Тума, Масар Лаим. Он им передал все силы духовной нечистоты. То есть, он им передал все знания, вот это вот все их идол поклонства индийское, вот эти там многорукие, там многоличные эти все идолы там и так далее. То есть, это все пошло оттуда. Он им, Авраам, передал все знания, которые он получил до того, как он дошел до Бога, он шел по системе. Он шел же по... У него было стремление дойти до Бога, Создателя мира, но его путь лежал через, а может звезды. Он понял, как звезды работают. А может какие-то силы, там Индиянь, Индиянь, они все равно сливаются туда. То есть, Авраам до этого исследовал все, что было. Он знал всю структуру мироздания. И он настолько был великий исследователь, можно так назвать, исследователь, что он все полностью, он узнал, поднялся, написал книгу Сефера и Цера. Это самая первая каббалистическая книга, где он описал, как Всевышний сотворял мир. И он дошел и установил контакт снизу до Всевышнего. Поэтому он был самый мощный из... Про отец северейского народа, да, основа, корень. Что были до него те, кому передавали это знание. И когда знание о Боге передается, то тот, кто его принимает, да, он принимает. Он не совершает никакого сверхусилия. Он просто должен захотеть принять знание о Боге. Теперь, если ты хочешь, если ты молишься, если ты просишь Всевышнего, откройся мне, я хочу тебе служить и так далее, то на сегодня очень легко получить знание о Боге. Например, Ваикра, платформа Ваикра идет в день 10 уроков онлайн. И каждый преподаватель, который передает те книги, которые получены от пророков и от мудрецов, он передает это знание о Боге. Есть письменная Тора, там, где это божественное прям знание, которое письменное Тора, которое как код такой. Есть устная Тора, которая этот код разъясняет и который этот код соединяет с интеллектом человека, который слушает. Но человеку, в принципе, нужно только небольшое усилие сказать «я хочу» и открыться этому знанию Божественному, и оно приходит. Теперь, ну, Авраам было по-другому. Авраам, ему никто не открывал. Авраам, он прорывался сквозь сопротивление, сквозь какие-то непонимания и так далее. То есть, поэтому сила Авраама была намного выше и чем сила любого другого человека. Тут очень интересно, есть такая метафора, что если взять вот как из гусеницы появляется бабочка, то гусеница, она обматывается какой-то нитью, там появляется такой кокон, и она в этом коконе, эта гусеница, прям перерождается, она трансформируется, и вдруг из этой вот прямо мешок, такой гусеница, такой ползающий мешок, вдруг из этого мешка появляется с крыльями, с такими цветными, такое совершенно другое создание. Вообще от гусеницы ничего не остается. И вот это вот создание бабочка, если она рвет этот кокон изнутри крыльями, то тогда она может летать. А если этот кокон разрезать, ее вытащить, она летать не может. То есть, только сверхусилие дает сверхсилу. Вот Авраам, праотец Авраам, он совершал сверхусилие. Но по ходу дела он узнал эти силы Тумы, и он, зная, что вот эти вот сыновья от Агари, видно, там было какое-то ДНК. Сейчас вернется. Теперь смотрите, что получается. Авраам, он, зная, что сыновья Агари, они, возможно, потом будут воевать с Ицхаком, и будет какой-то, ну, не очень хорошая здесь обстановка, когда много людей, которые обладают силой, властью, и находятся они в одном пространстве, то между ними начинается борьба. И особенно, если они сами не борются со своим злым началом, то тогда вся эта борьба идет между ними. То есть, у человека есть свойство бороться и воевать. Только он может воевать или со своим злым началом, или он воюет с окружающими людьми. Так вот, Авраам, видя, что может начаться война между сыновьями Агари, они были молодые, они только такие подростки еще, да, и они были очень сильные, мощные, и он думал, лучше я их отправлю на восток. И он им дал имена, дал все волшебство, магию, там, и так далее, и отправил их в Индию. И вот оттуда взялась вся индийская вот эта история. И дальше заканчивается сегодняшний отрывок. И вот дни жизни Авраама, который жил 100 лет, 70 лет и 5 лет. Он жил 175 лет. И написано «Вайгва, Вайамет Авраам». И скончался и умер Авраам. Басеватова в «Доброй седине» дословно написано. Закен, Савея. Он полностью был удовлетворен своей жизнью. Он прожил очень хорошую жизнь. Он увидел своего сына Ицхака, который женился, у которого родились сыновья Яков и Эйсав. И интересно, что Бог у него забрал 5 лет жизни, чтобы он не увидел, как испортился Эйсав. Потому что Ицхак жил 180 лет, Авраам жил 175 лет. И вот эти 5 лет Тора говорит, что Бог забрал у Авраама, чтобы он не видел своего внука Эйсава, который стал на плохой путь. То есть это вот тоже была милость Всевышнего. Иногда спрашивают, а вот почему Авраам был великий праведник, который вообще столько сделал для Всевышнего и для мира. И он ушел. Ушел на 5 лет раньше, чтобы не расстроиться. Иногда человек умирает, чтобы не расстраиваться. Всевышний его забирает. И похоронили его куда? Похоронили Авраама на вот том же поле, в Марата Махпалах, где была похоронена жена его Сара. И значит, ваеи Ахарей Мот Авраам, и было после смерти Авраама, и благословил Всесильный Ицхака, сына его. И значит, поселился Ицхак там вот возле колодца, который назывался Бер-Лахай-Руи. Возле колодца, под названием Бер-Лахай-Руи. Интересно, что сейчас есть до сих пор этот колодец, это место, можно съездить, посмотреть. Давайте подведем итог, подведем итог жизни Авраама. Что отсюда стало понятно? Отсюда стало понятно, что человек, который включается в божественную реальность, он все больше и больше выходит из такой вот материальной, простой реальности. Получается, что Авраам, праотец Авраам, который, он жил в другом мире, вообще все праотцы Авраам, Ицхак, Яков, то есть мы называем их именами, которые привыкли слышать. Мы читаем о их жизни, какие-то отрывки, потому что в Торе рассказываются из 175 лет Авраама. Мы прочитали о нем 20 предложений. То есть понятно, что эти 20 предложений в Торе, они никак не могут описать 175 лет жизни Авраама, никак. Они дают нам какие-то основные магистральные идеи, которые Всевышний хотел, чтобы мы получили. Эти магистральные идеи, вот вспомним вчерашний урок, очень был важный, был совет от Рэбе, что если вы находите в Торе какую-то идею, которая вас включает, да, вот такую магистральную идею, то нужно с этой идеей чуть-чуть пожить. Нужно ее подумать, нужно ее направить в перспективу, в будущее. Нужно эту идею подумать, что я теперь буду с ней делать. И когда вы думаете над этой идеей, которая вас зацепила из Торы, то она как встраивается в ваш внутренний мир, и она освещает этот внутренний мир. Поэтому очень интересно, в Талмуде очень подробно разбираются все идеи из письменной Торы. Они разбираются в Талмуде, прямо иногда по 5 листов, один отрывочек из Торы обсуждается, обсуждается, обсуждается. Именно для того, чтобы этот отрывок, эта идея, а письменная Тора, это прямое сообщение Всевышнего, да, то есть это слава Бога. И когда эти слава Бога встраиваются в мышление, то мышление меняется, человек меняется и становится другим. То есть человек, который до изучения Торы, человек после изучения Торы, это два разных человека. И как человек до Шабата и после Шабата, это два разных человека. Шаббат, он еще оказывает совершенно невероятное влияние в плане духовного света, в плане духовной энергии на того, кто соблюдает шаббат. То есть тот, кто входит в шаббат, он духовно входит как в микву, в такую специальную. И есть, интересно есть, я это когда-то изучал Рэбом Ислоним, он говорит, что шаббат, он как миква, да, то есть когда ты входит в шаббат и отключаешься от производительной деятельности, ты входишь в другую реальность, божественную реальность. Поэтому шаббаты называются знак союза между Богом, знак союза он называется, да. Бритмила, это союз на теле, шаббат, это союз во времени и тфилин, это союз на теле. Это три заповеди, которые называются знак союза с Богом. Тфилин, который подчиняет сердце и интеллект Богу, шаббат, который подчиняет время Всевышнему, и бритмила, которая подчиняет все физические проявления тела и тоже интеллект Всевышнему. А бритмила это тело, то есть это ты подчиняешь тело Всевышнему. Все, удачи, всем успехов, шаббат, шалом, чтобы был шаббат, именно наполненный шаломом, радостью и торой. Все, всем удачи, успехов, счастливо.